Сегодня 11 октября. 11 октября 1882 года Александровская публичная библиотека отметила новоселье. Она переехала в дом купца Юлия Христензена на Дворянской, ныне улице Куйбышева, 95. Публичную библиотеку посещали многие известные люди. Частенько здесь бывал писатель Максим Горький. Вот как он описывал знаменитую библиотеку. Публики было много, а мебели мало. В читальном зале тепло и живописно. Многие стояли, счастливые сидели на стульях, менее счастливые на витринах, на окнах. Было душно и пахло керосином. В криминальной хронике 11 октября 1927 года появилась заметка о происшествии на железнодорожном вокзале. Здесь добрая половина пассажиров расстался своими кошельками. И все благодаря опытному карманнику. Выглядело это примерно так. На вокзале появлялся дорожный пристав. Он проходил по залу ожиданий и густым басом кричал «Граждане, берегите от воров свои вещи, проверьте их сохранность». Все начинали ощупывать кошельки, и никто не знал, что пристав-то не настоящий. Таким образом, ожидающие поезда сами показывали, где хранятся их ценности. А процесс изъятия значительно упрощался. 11 октября 1932 года в Самаре открылся кукольный театр. У его истоков стояла группа энтузиастов под руководством Акима Лоцманова. В 1933 году известный кукольник Евгений Демени начал проводить с самарскими артистами мастер-классы. Так из любительского театр стал профессиональным. 11 октября 1940 года ассортимент Куйбышевского универмага пополнился новыми оригинальными товарами. В продажу поступили картофелемялки, кухонные приборы для очистки рыбы, овощерезки. В изобилии были столовые чайные ложки из нержавеющей стали. 11 октября 1967 года в Тольятти прибыли итальянцы, представители известной фирмы «Фиат». Специалисты обсудили меры по ускорению строительства Волжского автозавода. А уже через три года, в 1970 и тоже 11 октября, в чугунолитейном корпусе ВАЗа получили первые 30 тонн чугуна. Чугунолитейный был последним из корпусов автозавода, начавший выпуск продукции. Высококачественный чугун шел на изготовление различных автодеталей. Сегодня поздравления с днем рождения принимают Игорь Верник, популярный актер театра и кино, Елена Бережная, российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2002 года. Именины отмечают Илья, Харитон, Афанасий, Анна и Мария. По народному календарю 11 день октября завершают сборы к зиме. Таким был этот день в истории. Всего хорошего!